Очень плодотворнее и интереснее. И времени было больше. Так, давайте смотреть первый раунд. Денис Левша, вы все это прекрасно знаете. Такая пушка у него в левой перчатке. Очень мощный удар. Вот редко такое приходится встретить на боксерских байдингах. На футболе мы уже привыкли к барабану. Но вот, а сколько хватит этих парней забивать нам силу ударов. Бутеревен, хватит. Идет борьба характеров. Кто кому навяжет. Тактика ведения боя проведения. Денис, Денис поддавливает. Конечно, надо выйти на более близкую дистанцию, сократить ее. И вон поляка нужно поставить канатом спиной. Когда канаты будут спиной, он будет бросаться. Да, и надо его лишить. Вот это сработа передвижения. Как говорят боксеры, обрезать углы. Денис делает это искусственно. Очень тонко чувствует. Вот это вот первая победа Дениса. Поляк пошел от него. Да, пошел назад. Стал, вначале, на первом не стал упираться. Но вот Денис нарезал ему свою манеру. Мои впечатления вот до боя от общения с Холодзием, что все-таки у него некоторая неуверенность такого психологического плана есть. Немножко вот титула, ну даже не столько титула есть, сколько то, что он знает о своем сопернике, на него действует. Конечно, психологический барьер. У него тоже есть у каждого боксера. Видите, он осторожничает. Очень мало бросает левой рукой, чтобы Денис не привык к его джеку. И вот это первый раунд разведывательный. Очень хорошо. Денис сейчас молодец. Если он заставит его двигаться в правую сторону, если он заставит его двигаться в правую сторону, боксер, польского боксера, это будет уже еще одна, как говорится, маленькая микро победа. Ну, поляку надо все время заходить за переднюю ногу. Ну, поляку надо все время заходить за переднюю ногу. Ну, собственно, это то, что должен любой боксер смешать делать. Любой, да, боксер левший должен делать. Но Денис должен заставить его вот, обрезать ему угол в правую сторону. Вот это движение вправо, да? Да, да, да. Движение по часовой стрелке. Да. Последние 10 секунд первого раунда. Видите, польский боксер не обостряется. Польский боксер не обостряется. Ну, что ж, посмотрели мы первый раунд. Такой нетемповой он получился, разведывательный. Но, наверное, это и правильно, что Денис не бросился на своего соперника. Посмотрел, вернее, продолжает присматриваться к нему. Искать подходы. Главным критерием в оценке победы в раунде, естественно, это удары. Удары, защищающиеся цели, чистые удары. И вторым критерием для боковых судей является активность навязывания борьбы. Пусть борьбы. Тот боксер, кто идет вперед, тот уже выигрывает. Даже ударов не было? Даже ударов не было. Навязывает свою волю. Денис это делает, преломил его. И успешно вот так первый раунд провел. Ну, опять-таки, чувствуется, вот, и очень хорошо, мне кажется, то, что у Дениса нет никакой спешки, да? Спокойно работал? Ну, 12 раундов, куда торопиться? Надо все обыграть, все обдумать. Навязать свою тактику. Опять-таки, тактику навязать. Свою тактику. Опять-таки, тактику навязать. И через правую руку пробить очень. И через правую руку пробить очень хорошо левый сбок. Вот средняя дистанция. Интересно посмотреть, есть ли что-то, что-то изменилось у него в защитных действиях под влиянием Фредди Роговича. Ну, во-первых, я скажу, Денис стал чуть-чуть руки повыше держать. Смотрите. Правая рука у него защищает все-таки подбородок. Вот так. Тренировый удар. Корпус, голова. Такой неожиданный взрыв со стороны Дениса. Вы знаете, польский боксер пропустил удар все-таки. Правый сбоку было очень хорошо, прекрасно. Он не потрясен, он немножко испуган. Испуган, да. Первая такая явная атака, да? Но удар был плотный, поэтому... А это уже... Это нокаут. Четкий боковой, да? Это нокаут. Левый боковой. Точно в челюсть. Рефери подзывают Каладзея. Нет. По его глазам видно, что боя пояснилась. Конечно, нельзя. Главная задача рефери – это здоровье боксера. Видите, как Денис грамотно подошел. И тренеры Каладзея даже никакого возмущения нет. Они понимают, что удар был тяжелый. И дальше продолжать. Такой был выброшен пробный шар, да, до этого. А потом... Давайте смотрим повтор. Вот. Чуть-чуть... Он даже не видел удара. Он чуть-чуть голову отвернул. Перед этим, перед этим, видите, я сказал, боксер, польский боксер чуть-чуть приопускает правую руку. А тут при этом еще голову чуть влево повернул, да? Не видел удара совсем. Не видел удара, и поэтому нокаут. Великолепная победа, очень яркая. Я ждал, кстати, ну, хорошего боя, что-то тут скрывать. Все мы говорили еще до боя перед собой, что очень много шансов на досрочную победу у Дениса. Но что так быстро так все это получится, даже мы не ожидали. Защита титула. Напоминаю, защита титула WBA в первом тяжелом весе. Полодец, Денис. Тебе победа. Да, разочарованный мы видим, вот в углу стоит Федор Лапинг, тренер польского боксера. Но не ожидал, просто. Не ожидал, и вы знаете, о чем мы говорили еще до боя, что все-таки опыта встречи вот с такими боксерами в уровнях не хватает явно в уровне Дениса Лебедева. Это очень хорошо. Ну так оно и должно быть.